Около шести лет назад Елена получила травму бедра, но не придала этому значения. На протяжении длительного времени в ноге пациентки развивался асептический некроз. Голова бедренной кости начала проседать, что повлекло за собой постепенное укорочение ноги. Боли стали причиной, по которой Елена обратилась к специалистам. У нее начала болеть сначала коленка, а потом постепенно нога начала укорачиваться. Учили длительную боль в тазобедренном суставе. Помимо этого у нее отмечалось укорочение левой нижней конечности порядка 4-5 см. Если говорить по-научному, это асептический некроз головки бедренной кости. Специфика этого заболевания в том, что вследствие определенных обстоятельств, наследственный фактор, вирусные заболевания, травмы, снижается питание головки бедренной кости, и на фоне сниженного питания меняется ее геометрия, деформируется, за счет чего теряет высоту. Из-за развившегося некроза появилась необходимость замены частей бедренной кости на протез, который не только заменил сустав, но и восстановил прежнюю длину ноги пациентки. Было проведено эндопротезирование тазобедренного сустава с биологической реконструкции оси нижней конечности. Резицированно пораженная головка бедренной кости, установлен имплант бедренный, вертлужный компонент, и, если обратите внимание, тот маловертел, который у нас был где-то вот здесь, мы вернули в исходную позицию, как должно быть. Сейчас Елена проходит курс реабилитации. Ее режим дня теперь скорее напоминает распорядок спортсмена. Тренировки три раза в день на разные группы мышц. Все это совсем скоро подарит ей здоровую походку. Отвели, до моей руки зафиксированы, на две секунды и возвращаем. Раз. Не спешите, наверное. Работаем со смежными группами мышц, работаем конкретно с этой ногой, чтобы быстрее активизироваться и быстрее переходить с ходьбы ходунками на палочку, а потом уже на полноценную ходьбу, чтобы ускорить этот процесс. Срок полного восстановления пациентки, установленный врачами, составляет 8 месяцев. Но Елена уверена, что сможет полноценно ходить гораздо раньше. Меня благополучно выписали. Я уже хожу и очень благодарна своим врачам. У меня перестала болеть поясница, у меня перестали болеть колени. Вот это точно. Вот. Ну и как бы ходить я уже начала так, не хромая. Я так думаю, летом я уже пойду. На протяжении всего времени лечения Елену поддерживал супруг. Он и сейчас помогает ей в реабилитации. Приходил, сидел, помогал, поднимал. Есть переживание, конечно. Но глядя на нее, она все восстанавливается. Значит, все хорошо. Елене остается лишь разрабатывать и укреплять мышцы с помощью лечебной физкультуры, в чем ей помогут специалисты Видновской клинической больницы. Инга Инчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видная ТВ.